Всем доброе утро! Сегодня 22 сентября. Мое утро начинается с обхода сада, потому что такие краски на гортензиях невозможно пропустить, надо ловить каждый момент. С утра уже птицы поют, и вороны тоже каркают от счастья, наверное. Вот этот куст у меня без названия. Определила его под номером 1, потому что начеренковала очень шикарно эффектный белолаймовый и розовеющие основания уже таких огромных-огромных метелок. Ну, не знаю названия. Может, кто-нибудь угадает, я бы была благодарна. Посмотрите, ну метра два, наверное, высоту. Early Sensation. Самый первый распускается и зацветает. И посмотрите, какой он малиновый. в конце сентября. Это просто какое-то пламя. Вот тут встоль дома стоят мои горшочки. Это килиманджаро, посмотрите. Какое интересное сочетание. Просто ситец. Мне кажется, что это похоже на ситцевое платье. И метелки огромные. И вот такой весь кустик. Вот очень пышный. Пышный, пышный. Ой, а вот тут стоит такое сооружение. Это мне сын на вторчурмите увидел. Говорит, наверное, моей маме надо не знаю пока, подо что приспособить. Вот ума не приложу, подо что это можно. Высокая вещь. Около метра. Думала сначала под пион, но что-то как-то думаю, наверное, нет. Граффити, граффити и мохито. Мохито вот пока что вот такой невысокий у меня. В другом месте мохито повыше. Но там и тень. Вот сравниваю. Два кустика. Вот так здесь хорошо смотрятся. А это у меня мешки с корой. Мульчирую. Мульчирую я и иголками. Иголками. Когда иголки заканчиваются, уже кору набираю. Но у меня есть такая возможность. Тут рядышком. Это скайфольчик. Этот малышок пока. Пока этот малышок. Здесь у меня голый корень. Вчера бирочки подписывала. Скоро выложу со рта. Вот все подписала. Все на бирочках стоит. В общем, все с бантиками. Некоторые бузульники уже теряют свою привлекательность. Посмотрите, сколько паутины наплел паук за ночь. Так как будто он не спит совсем. Вот этот сорт. Я уже делала фотографию по нему. Он самый шикарный. Самый стойкий. Вот уже все вроде бы и увядают. А он еще прям танцует. Танцует своими цветочками. Вот видите. Вот это тоже подвял. Ой, везде паутинка. Видно, наверное, так. Вот. А вот это не знаю. Какой сорт надо посмотреть по записям. Под номером два. Когда у нас был дождь с сильным ветром. Вот эти светоносы упали. Конечно, такие они тяжелые. Вот видите, какая нога. И такой бутон упал. Упал, упал. О, это даже не кожа. Это какая-то пластмасса. Такие листья у бузурника. Ну, вообще беспроигрышный такой. Такое беспроигрышное растение по своей красоте. Роял флауэр. Ой, это не соцветие. Это какие-то бомбы. Смотрите. Вот такая ножка. И вот такое соцветие. Соцветие, как ножка. И вот тут тоже бузульник упал в эту сторону. Вот они все валяются. Нет. Нет, ну просто слов нет. На такую красоту. Лидия. Вот такая уже Лидия. Пышненькая. Немного оставила ножик. Ну и хочу сказать, что это правильно. Потому что соцветие, конечно, отблагодарили. Вот тут откуда-то. А, вот видите. Оставила одну палочку. Она обломалась. Она обломалась. Вышло три стволика. И видите, они закончились такими. Не успеют распуститься побеги. Поэтому нужно оставлять самые-самые прочные. И немного. Тогда мы будем наслаждаться вот такими шапочками. А это мои маточные кусты стоят в горшках. Это бигрин. Посмотрите, какой бигрин. Вот. Он начинает вот такими зелененькими, остроконечными соцветиями. И кончики начинают вот так вот окрашиваться. Вот здесь вот сильнее видно. С краев пошла, пошла, пошла. Вот такая розовиночка. И вот они такие. Посмотрите. Вот какой насыщенный цвет. Шапочка круглая. Сорт невысокий. Но за счет вот этого эффекта игры красок смотрится просто чудесно. Бигрин. Пинки Промис. Но здесь он высажен недавно. В другом месте он более шикарный. Это вчера, видите, подготовка идет уже. Уборка инвентаря. Все моется. И готовится к складированию. Так, Литл Рози. О, Литл Рози вообще. Такая стройняшка. Такая пышная. Посмотрите, такая они упругие веточки у нее. Воздушная. Очень много соцветий. Они сами себя держат. И получается просто вот такой шар из шариков. Литл Рози. А это гигант Пиксио. Ну, что тут сказать. Тут даже не знаешь, какие слова подобрать под эту красоту. Смотрите, шапка очень плотная, огромная, густо набитая. Вот даже не знаешь, как показать. Сначала вот здесь вот, а вот сейчас найду. Посмотрите. Вначале роспунска у соцветия бусинка зелененькие лепесточки. Потом, когда начинается роспуск, эта бусинка превращается, ой, как сфокусировать. А, вот, вот в такой цветочек. В такой вот цветочек в цветочке получается. Я думаю, что вы увидели этот цветочек в цветочке. Вот. Очень красиво смотрится. Вот они здесь, наверное, более заметны. И этот цветочек еще даже с какими-то бусинками вообще необычайно красиво смотрится. Сорт мощные побеги, прочные. Подвязки не требуют. Ну, по крайней мере, вот как я его сформировала, вот он так пока что себя держит. Так, это у нас кто? Бессвит. Бессвит сидел в маленьком горшке, поздно пересадила. Поэтому себя еще пока не проявил. Конечно, должен быть красотой, но в этом году пока что скромный. Тенибит. Тенибит пока что не окрашивается. Новиночка. Файрлайт тенибит. Остроконечная такая верхушечка. Треугольное соцветие, широкое основание. Плотный. Плотный, но пока не окрашивается. Должен быть намного ярче. И вот хочу показать Пинки Промис. Вот там, как в середине рассказа моего было видео. И вот смотрите Пинки Промис, когда он уже на, наверное, на год, на полтора старше. Ну и в открытом грунте сидел не в горшке. Но вот совсем другая картина, видите. Вот. Пышный. Красивый. Свет уже приобрел. Верхушечка вот такая. Самый такой насыщенно-насыщенно-розовый. Яркая краска. Литл Пэшн. Литл Пэшн. Что-то поздно в этом году. Распустился. Совсем думала не раскроются. Эти бутоны. Ну нет, раскрылся. И вот еще такой один Литл Пэшн. Здесь покрупнее. Не знаю, от чего зависит. Сажала одинаково. Би Хэппи. Би Хэппи. Посмотрите. Очень прочный кустик. Он невысокий. Но вот эти все кустики, они из средних размеров. Таких не малыши, средненькие. Ну вот. Би Хэппи. А это, не знаю, Литл Спуки или Литл Альф. Не помню. Вот такие кубышки. Плотненькие кубышечки такие. Сейчас уже, видите, бронзоветь стал. А так-то он вот такой. Такая вот. Такая пимпочка у него наверху. Небольшая. И вот здесь мохито, видите, намного выше, чем я вот там вам показывала. Ну, не знаю. Мне кажется, тут высадила на год позже. Этот на год раньше. Не знаю, от чего зависит. Вот. Вот. Вот так. Вот он такой зелененький здесь. Эти два огромные фантома. Как-то получилось вот так, что они рядом. Напротив друг друга. Ну, это же, я не знаю, это была баба какие-то. Просто огромные соцветия. О, какие шапки. Ну, они не мощные кусты, видите. Стволы такие. Не держат сами себе. Но фантом всегда поражает воображение. Всегда. Так, этот не помню кто. Этот не помню кто. Так в лицо сразу и не узнаешь. Тоже большой. А это конфетти. Ой, конфетти такое. Посмотрите, какое соцветие. Очень-очень высокое. Красивое. Не сразу я ее разглядела. Эффектная, эффектная. Такая красотка. Вот здесь фертильные и стерильные цветочки. Они вот так скомбинированы. Что вроде бы он и не мотыльковый. Вроде бы и не набитый. А так вот все равномерно. Все равномерно. Ну, вот этим конфетти. Я и закончу, наверное, сегодняшний утренний обзор. Всем хорошего дня. Надеюсь, сегодня будет солнышко. Спасибо за просмотр. Попрощаться попрощалась. Ну, зашла в теплицу и думаю, ну, покажу. Вот это здесь в прикопе стоит по девятка. Этого года черенкования. Они здесь будут зимовать. Это будущие красавцы. Вот здесь крупнолистные. Но здесь еще тепло, пока они листики не сбрасывают. Пускай стоят, набираются сил. Ну, вот такая армия будущих красавцев. Ну, и теперь уже окончательно спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok